О происшествиях с больших дорог у нас в стране расскажет Виолетта Соколович. Под колесами троллейбуса накануне погиб человек. ДТП случилось на остановке по улице Калиновского. Погибшему было 56 лет, он житель столицы. Со слов очевидцев, перед происшествием мужчина ожидал транспорт. Когда троллейбус уже подъезжал, он устремился навстречу машине. По какой причине минчанин попал под колеса, пока не ясно. Возможно, он поскользнулся, хотя остановочный пункт был расчищен от снега. О состоянии погибшего будет известно после экспертизы. Не исключено, что он был пьян. А в Клецком районе в аварию попал пьяный водитель. По крайней мере, такую информацию предоставили в ГАИ. ДТП произошло накануне около половины 11 вечера на 27-м километре автодороги Клец-Синявка-Лунинец. За рулем Volkswagen-транспортер был 44-летний мужчина. Что случилось с шофером, сказать сложно, но автомобилист не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra. В результате аварии пострадала пассажир автомобиля Opel. Женщину отвезли в больницу. На 54-м километре трассы Минск-Витебск столкнулись две фуры. Дальнобойщик из Литвы погиб. Авария произошла около полудня. Накануне 30-летний водитель автомашины Scania ехал в направлении Минска. Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом DAF, за рулем которого был 49-летний гражданин Литвы. Оба шофера в результате аварии получили травмы. Иностранца бойцы МЧС деблокировали из поврежденного грузовика. Обоих мужчин доставили в больницу. Однако водитель DAF, литовец, умер в реанимационном отделении. Мотоколяской автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Ивацевичи. По предварительной информации, 78-летний местный житель, управляя красным транспортным средством, двигался по улице Ленина со стороны Толочка в направлении Клютко. Уже на перекрестке пожилой водитель пытался повернуть налево. Сигнал светофора позволял это сделать, но надо было лишь пропустить встречные машины. Одной из них оказался автомобиль скорой помощи. В результате столкновения пострадал владелец мотоколяски. Дедушка в больнице. По факту ДТП проходит проверка.